Подписав в апреле 2003 года контракт с Иосифом Пригожиным, Валерия вытащила счастливый билетик. Не только удачное замужество, но и триумфальное возвращение, и отличный новый альбом, и далеко идущие творческие планы. Прибежал Пригожин, весь возбужденный, стревоженный. Он горел просто всем, он горел мной, он был влюблен, и у него, кроме всего прочего, был такой интерес еще и творческий. Ему хотелось сразу реализовать, чтобы это было прям такое, ах, и действительно, поскольку горели все. Я горела, потому что я испасковалась по работе, по творчеству, по свободе. Он горит, с одной стороны, тут появился композитор Дробыш, которого тогда еще никто не знал. Он тоже горел работой. Пригожина Дробыш, вот эти два персонажа, которые смогут ей помочь вернуться. И среди всех предложений, которые у нее были, а поверьте, у нее были, мне кажется, только ленивый не хотел работать с Валерией. Одарю я тебя, и с собой одарю, заколдую я имя твое. Мы выплескивали творчество. Пригожин бегал, как заряженный по Москве, всем наносил удары продюсерские, как полагается. То есть, короче, закошмарил всю Москву. Все ожидали Валерию так, что дальше ехать некуда. Я считаю, это был его звездный час. То есть, вот уж он оторвался на всю катушку, язык не умолкал, все его три трубки работали одновременно. Даже, помню, на каком-то шоу, когда ему сказали микрофон, он сказал, алло. То есть, человек находился в такой вот, как сжатая пружина, и он так, вух, выплеснул все это. И, в общем, короче говоря, мы все вот, вот это все вспыхнуло, и появился львов. Песня «Оправдаешь ли ты? Мне других оправданий не надо. Заблуждения мои и метания во имя мечты. В непробуженном сне Напоенного розами сада Любой артист, это актер, прежде в очередь. Он должен песню пережить и исполнить ее так, чтобы люди тебе повеяли, услышали. Мне кажется, Валерия с этим нормально справляется. И от того, как и она раньше песни пела, и от того, как и она сейчас поет, мне кажется, количество ее поклонников не уменьшилось. Может быть, изменились сами поклонники просто. Она симпатичная, она может держать себя на сцене, она знает, как надо спеть эту песню или эту. С ней интересно, легко работать. Она творческий человек. В ней есть то, что людей заставляет ее любить. Мне очень приятно, что у нее совершенно не безразлично мое мнение. Он себя не боится унизить тем, чтобы спросить совет у женщины. Он мое мнение уважает. Поэтому, ну, не знаю, как это так. Достаточно органично все это происходит. И она достаточно такой вот человек организованный, что мне еще нравится. Она человек, который приходит на любое мероприятие за несколько часов и не планирует сразу все в куче, старается, чтобы успеть везде и никогда не опаздывает. То есть, ну, я даже не знаю, было ли я хотя бы раз за время нашего сотрудничества. Очень педантичный, очень внимательный, благодарный и благородный. Вот это я могу отметить в Валерии. Уникальный человек, уникальное качество, несвойственное шоу-бизнесу. Валерия – неисправимая оптимистка. И даже несмотря на то, что ей приходилось часто ошибаться в людях, ее мало что может глобально разочаровать. Она бывает порой вспыльчивой, но, пожалуй, это единственное отрицательное качество звезды. К тому же, у нее столько достоинств. Я порой бываю излишне мягка. Наверное, и вот это... Я слишком прощаю какие-то вещи, которые даже не следовало прощать. Ну, вот... С долготерпением меня Бог наградил. Это тоже, наверное, не всегда хорошо. Где ты через год? Через два ни на что не надеясь. Искренне могу, кстати, с критикой, с Лехой. Все это, вот все вокруг делает ее настолько доступной для народа, что народ уже может даже скоро перестать ходить на концерты, объективно, любя ее. Потому что, а мы здесь с ней живем, у нас книжка на столе, у нас тут это, тут она выступила. Мы знаем фактически все, что происходит в жизни. То есть, получается такая полная информация. Вот, ну, во всяком случае, я сейчас больше прислушиваюсь к голосу внутреннему какому-то. Знаете, вот есть вещи, которые... Вот ты понимаешь, что внешние обстоятельства заставляют тебя вести так или иначе. А тебе этого не хочется. Вот я сейчас все-таки стараюсь больше прислушиваться к своему «я». Вот говорят же, учитесь говорить «нет» людям, да? Даже когда тебе не хочется что-то сделать. Но некоторые люди могут отказывать очень мягко, интеллигентно, никто на них не обижается при этом, да? А другие это сделать не могут, соглашаются, сами страдают от этого. Вот, мне кажется, что у меня стало получаться говорить «нет». Можно, конечно, человеку пул бы стукнуть, обидеть его, унизить. А потом, через некоторое время, этот обиженный-униженный может оказаться где-нибудь на самом верху и так щелкнуть пул бы, понимаете? Жизнь – это гумеранг. Как ты, так и тебе. Как ты, так и тебе. Туда-сюда, туда-сюда. Поэтому нужно максимально быть осторожным везде, в высказываниях, в разговорах, понимаете? И с каждым человеком нужно... Нельзя никого списывать. Вот это надо запомнить. Никогда никого со счетов списывать нельзя. Бывает, люди возникают там, где ты их не ждешь. Карьера – это такая вещь. Она приходит, уходит, бывает разная. Знаете, когда идешь вверх по карьерной лестнице, нельзя забывать, что рано или поздно можно спуститься по той же самой лестнице и встретиться с теми, через которых ты перешагнул. Главное – не перешагивать, оставиться самим собой, быть настоящим. Вот это самое главное. Так в чем же секрет успеха этой обаятельной блондинки? В ее безусловном таланте и огромной работоспособности? Или в том, что ее окружают талантливые люди с интересными музыкальными идеями? Или в том, что она старается идти в ногу со временем, быть на гребне волны? Возможно, именно все это вместе взятое делает из Валерии ту диву, которую обожают миллион. Действительно, с ней приятно работать. Вот я уже работал со многими артистами, и она и женщина, конечно, одна из самых таких вот покладистых. И вот, несмотря на звездность, она может с открытым ртом слушать, ну, с открытым ртом в плане, действительно, она внимательна. Она цепляет каждое слово и делает то, что ты ей говоришь. У нас есть куча артистов, которые, ты говоришь, они делают умное лицо, ага, включаешь микрофон, как будто я вообще сам с собой разговариваю. Вот я очень легко поступила в Грессинский институт, правда, играючи. Сумасшедший конкурс. Приехала девочка из провинции. Ни связи, ни денег вообще, не знаком, вообще ничего. И вот так вот, с легкостью. Ну, опять же, может быть, потому что я все детство свое занималась музыкой, я всю жизнь себя к этому готовила. Когда, может быть, кто-то шел на улицу или просто там шел на какую-то вечеринку, я предпочитала оставаться дома и петь. Петь, петь, петь до бесконечности. Ну, опять же, с одной стороны, может быть, случайность, а с другой стороны, может быть, она была подготовлена самой жизнью моей. И также какие-то остальные вещи, я не знаю. Но мне кажется, что все равно Бог не оставляет меня без внимания. Она многого достигла, но ее главные победы еще впереди. Муж и продюсер Валерии, да и сама певица, в этом просто уверены. Любит семью, любит детей, не участвует ни в каких интригах. Ее не интересует у кого больше, у кого меньше, у кого славы больше, у кого больше в хит-параде позиций, у кого больше денег. Она не гонится ни за чем. Мне кажется, что и в творчестве этот альянс уже дал много плодов, а даст еще больше. Могу пожелать ей вот немножко вернуться в то состояние, в котором мы были пять лет назад, чуть больше хороших песен и немножко больше позиционировать себя как певицу. Дай Бог здоровью и Валерии, и Иосифа Пригожиной, и их крепкой семье. И пусть они занимаются творчеством, и, наконец-то, мы увидим их не только в России, но и в Европе, и в Америке. Пусть поют. Жалко, что ли? Можно сохранять иммунитет.